МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите ГРТ. И сегодня у меня в гостях эксперт в области права, известный адвокат Юрий Мержиняну, с которым мы будем подводить итоги этой недели. Здравствуйте! Давайте начнем, на мой взгляд, с самого важного, с юридической ситуации, которая сложилась вокруг прошедших выборов и референдума. Насчет выборов. Насколько нам было всем известно, Конституционный суд еще 19 ноября должен был то ли валидировать их результаты, то ли нет, но должен был это рассмотреть. И вот этого не случилось. С точки зрения закона, что произошло и как из этого теперь выходить? Я не знаю, что произошло на самом деле, но, думаю, из двух оснований они и не вынесли это решение, либо не заседали. Ну, во-первых, руководство Конституционного суда находилось за рубежом на каких-то формах конституционных. Что-то такое, потому что я читал где-то, что председатель уехал в какую-то другую страну, какие-то формы. Это во-первых. Во-вторых, были опротестованы решения ЦИКа о признании результатов выборов и референдума, или о признании второго тура выборов, и они были опротестованы в апелляционную палату. Апелляционная палата пока не высказалась по этому поводу, то есть не приняла решения. Конституционный суд в любом бы случае, пока не принято решение по основным искам судебной системы, оно не выскажется. То есть должно быть окончательное решение, то есть опротестован, даже продлен со сроком опротестования в Высшую судебную палату, и только после этого Высший Конституционный суд может сказать свое слово. В данном случае эти два основания я увидел. То есть, мало того, два основания уже есть для того, чтобы Конституционный суд не заседал. То есть, в принципе, это все можно пояснить, но что тогда говорит кодекс? Потому что многие юристы говорят, ну вот кодексе написано, что не позже, там, 10 дней, да? Вот как-то так. То есть, получается, нужно тогда закон менять или как? Или все это предусмотрено? Вы знаете, в любом случае, даже если в этот 10-дневный срок не вписалась судебная система по протестованию решения ЦИКа, то есть Конституционный суд уже ни при чем. То есть, с момента, когда нет никаких оснований больше продлевать этот срок, потому что уже все пройдено, все протестовали, все решения есть, вот этот 10-дневный срок, с момента. Если с момента принятия решения ЦИКом все прошло, в этот 10-дневный срок Конституционный суд должен вписаться. Если оно не пройдено, то Конституционный суд в любом случае не будет заседать, так как, а вдруг решение суда будет обаннулирование решения ЦИКа, тогда что будет рассматривать Конституционный суд? Это все логически связано между собой, и Конституционный суд должен иметь все это в виду. В противном случае решение будет принято до того, когда судебная система выскажет свое слово, тогда будет незаконное решение Конституционного суда, это будет большим вопросом для конституционности своего решения. Ну вот смотрите, может быть было бы меньше страстей, если бы оппозиция все время не говорила, что она не признает результаты этих выборов? Ну они там как бы ссылаются на что? Что еще есть страна, например, вот Россия, которая не признает, и у них свои доводы точно, значит, у представителей этих партий. Говорить-то говорят. А есть ли какие-то юридические последствия того, что вот говорят, что много партий не признают результаты этих выборов? Есть какие-то юридические последствия? Но юридические последствия могут последовать. То есть не будут дискутировать на уровне государственности с нашей страной. Каких-то контактов, каких-то договоров международных или иных договоров не будут согласовывать с нашей страной, не будут беседовать. И это получается маленькая изоляция. Но я не думаю, что наша страна боится юридических последствий. Оно больше падает в оттенок, скажем так, политического решения. Потому что непризнание результатов выборов и непризнание руководства страны за рубежом это большая черная метка, скажем так. Давайте я вам напомню, 14-й год, даже когда та же Россия говорила о том, что на Украине произошел государственный переворот. Но Россия не сказала, что не признает руководство. После изгнания Януковича и избрания другого президента Украины, после этого Россия еще вела какие-то беседы, договора подписывала и так далее. То есть больших, скажем так, проблемных юридической плоскости у России с Украиной не было. Но хотя Россия говорила о том, что там государственный переворот произошел. Но политического решения о признании этого руководства не было. Так вот давайте мы подумаем сейчас, что будет после того, как, скажем, Российская Федерация скажет, что мы не признаем руководство страны в Молдове, так как выборы были нелегитимными, нетранспарентными и недемократичными. Юридических последствий могут состоять лишь в том, что никаких договоров больше с нашей страной не будут подписаны. Ни политических, ни юридических, ничего. А это уже черная метка. Это означает, что практически изоляция с политической точки зрения, ну, равносильный, скажем так, что обрывает дипломатические связи с Республикой Молдовы, хотя на самом деле дипломатические будут существовать, но это перед тем, как оборвать полностью, скажем так, и дипломатическую изоляцию самой Молдовы. Мы вернемся еще к этой теме, потому что я спрошу о грядущем визите господина Парликова в Санкт-Петербург. Мы вернемся, мы посмотрим, как это. Но вообще я вас внимательно слушала, вспоминала, как несколько лет назад юристы нам предлагали вот какую формулу. Не путайте законность с легитимностью, говорили они. То есть можно сделать все по закону, но при этом это будет нелегитимно. И я вот, когда вы отвечали, подумала, может, это тот самый случай. Так, по крайней мере, с точки зрения оппозиции, с точки зрения власти, конечно, все прекрасно. Вы совершенно правы. Здесь имеется в виду легитимность. То есть, если взять процент голосования, давайте возьмем просто, для того, чтобы вообразить, что такое законность и легитимность. То есть, в Республике Молдова Стаиноглов выиграл с 51%. У Майя Санда, по-моему, 48% с чем-то, с копейками. Из этих соображений на территории Республики Молдова большинство проголосовало за Старш Стаиноглов. Он законно выиграл, но законно ли выиграл все выборы, потому что те голоса, которые пришли из-за рубежа, перевалило, наоборот, стали эти цифры. 51% у Майя Санду и 48% у Саши. Там другая, там больше разрыв. Там около 8%, по-моему, или даже около 10%. Из этих соображений законность будет избрание президента. Да, оно законно. Никто не сможет, давайте скажем так, даже с юридической точки зрения, даже если протестуют в судебной инстанции. И судебные инстанции не скажут о том, что было нарушено какой-то процент, который бы повлиял на всю эту картину выборов. Тогда оно и не принято такое решение для того, чтобы не признать выборов. И это нормально. Но если будут доказаны вот эти моменты, то есть они будут аннулированы. Вот это и является законностью. А вот легитимностью посчитают ли молдаване, которые находятся на территории Молдовы, что то, что натворили они на этих выборах, и то, что из-за рубежа, где невозможно было проконтолировать, как голосовалось, а протестовать эти решения на местах в каждой ячейке. Из этих соображений наши молдаване и будут считать нынешнего президента нелегитимным, ненезаконным. Законность скажет в конституционный суд. А вот легитимность, оно где-то... И Маймут Ланивелди перчептии. На уровне восприятия. Да, на уровне восприятия. Посчитают ли граждане Молдова. И вот с этим связано и одновременно, и политическое решение других стран. О признании руководства страны как демократичное и как легитимное. Но оппозиция не теряет надежды. В плане того, что они хотят доказать, что были многочисленные нарушения. И есть много заявлений о том, что они не остановятся, вплоть до идут до Европейского суда по правам человека. Я знаю, что есть политики, которые уже обратились в международные структуры, вплоть до ООН. Да и давайте скажем честно, когда свой доклад делали представители БДИПЧ, те, которые наблюдали за выборами, они говорили о том, что есть у них много моментов, о которых они вынуждены сказать. И они говорили об этих нарушениях. Ну, давайте так посмотрим. У нас было несколько таких ситуаций, когда и конкурентов с выборов снимали. А потом все это дело рассматривалось в судах. И говорили, что это было сделано незаконно. Но поезд уже уходил каждый раз. Вот в этой ситуации, что должно произойти, чтобы посмотрели на эту ситуацию и как-то это имело последствия? Можете как-то объяснить? Давайте скажем так, что вы совершенно правы. Где-то, где снимали до этого момента, никто не вмешивался так быстро для того, чтобы восстановить этого человека в гонку или партию, да, как снимали Рената Усатова или других кандидатов, чтобы восстановить его в гонку. Только местный суд может этого сделать. Иностранные, скажем так, курты европеанной дежустиции, да, и даже вмешаться в ООН, как вы говорили о том, что кто-то написал в ООН, никто не вмешается. Из этих побуждений, что бы ни было, это решение будет после того, как мы уже войдем в другой цикл выборов. Избирательное. Да, через 4 года. Но вот это решение, если придет, хотя и после 4-летнего срока, кто-то должен будет ответить за это, что случилось, по закону. Потому что такого допустить больше нельзя. И это не демократично. Я скажу вам, ну, не со стопроцентной уверенностью, но большая доза вероятности, что я знаю, что наше правительство и наши власти нынешние имеют мандат на беззаконие. И им дали этот карт-бланш, то есть дали им пустую карту, напишите, что вы хотите, там, туз козырный, либо джокер. Вот все, что вы хотите, впишите в эту карту. И вот этот карт-бланш им дан. И они вот так и поступают. Потому что если вы заметили, никто из тех иностранных, аккредитованных, даже послов, как они говорят у нас, да, что наши партнеры по развитию... Ну, они так говорят, они так считают, да. Ну, потому что, видать, только по развитию их партии, которая находится у власти, а не самой Молдовы. Потому что это двойные стандарты, которые они применяют по отношению к Молдове, они дискредитируют себя. Дискредитируют себя в грозах общества и народа в Молдаве в целом. Потому что, ну, посмотрите даже по выборам изменения в Конституции, которые они применили на территории Республики Молдова, да? Вы увидели, какой был процент на территории Молдовы. А этот процент уже относится к евроскептикам. Все. И этот процент является то, вот, двойных стандартов, которые они применяют, и это люди видят. Вы думаете, мы глупые и не понимаем? Все прекрасно понимаем. Те, которые умеют читать даже между строками, начитались книг и знают, что это такое политехнологический ход, и как он применяется. Мы все это уже прекрасно видим. И они своими действиями дискредитируют вот этот курс, который даже, вот, я напомню, при власти Владимира Воронина. Я был таким проевропейским, потому что, знаете почему? Было видно нарушение здесь, на территории Республики Молдова, и через пару месяцев в решении Европейского суда. И человек чувствовал, где-то есть не на уровне национального юрисдикции, но где-то за рубежом есть, где можно добиться правды. А вот это потом поменялось местами. Вот после переворота в 2009 году, потому что это был переворот чистейшей воды у нас в Республике Молдова. Вы так считаете? Да, это был применен то же самое, как и на Украине. Розовая революция чистейшей воды. Только у нас в Республике Молдова не было с жертвами. То, что произошло в 2014 на Украине. Но у нас та же технологическая обстановка была. Из этих побуждений все поменялось вверх дном. Даже, я напомню, и хочу вам сказать, что до тех пор наша Молдова в Европейском суде находилась в пакете стран, развивающихся стран, с развивающей демократией. Вот после 2009, как пришло демократические партии на политический бомонд Республики Молдову, Молдову из Европейского суда, из пакета развивающихся стран, поставили ее в пакет уже с развивающейся демократией. Очень интересно, потому что я, насколько знаю, из мониторинга нас Советы Европы. Нас не сняли. Я вам еще раз повторяю. Это очень интересно. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Я знаю о том, что, потому что это было высказано из уст самого суди Европейского суда. И он сказал прямо, что нас из пакета, с развивающейся демократией, поставили нас в пакет демократических государств. И после 2009 года, если вы заметили, Европейский суд очень редко удовлетворял наши жалобы из Республики Молдова. До того момента практически вторая жалоба была против Республики Молдова. А вот после этого стали отпихиваться от наших жалоб, как будто у нас уже развивающая демократия. И все нормально в Республике Молдова. Я понимаю, я охотно вам верю, просто напоминаю, что при всем при том Совет Европы с мониторинга, да, мы знаем, что Совет Европы как раз чем занимается? Демократическими стандартами. Давайте не будем путать. Поэтому тоже момент интересный. Мы не путаем, я уточняю. Так я вам говорю, что Совет Европы это тот орган, который монетизирует Республики Молдова для того, чтобы дать денежку. И в каких отраслях? И они смотрят, есть ли у нас какие-то домашние задания, которые мы выполнили, или нет еще? Для того, чтобы дать денежку или не дать денежку? Я поняла. Господин Маржинян, ну вот смотрите, вы когда говорили, я спросила вас про нарушение, вы отвечали на мой вопрос, и вы сказали такую фразу, что они должны будут, да, вот ключевое здесь слово, мне показалось, должны будут наказать тех, кто вот, как вы сказали, к этому, к этим нарушениям. Ну ведь, то, что не было, никто не понес никакой ответственности за предыдущие. Почему вы так уверены, что в этот раз все-таки те, кто примет эти решения, будут наказом? Ну я думаю, что те, которые придут после этого к власти в Республике Молдова, должны все-таки подвести черту. И вот для того, чтобы в дальнейшем не допустить такое, то, что есть и было, вот нужно сделать один раз и на всю жизнь, чтобы это забить этот кол и сказать, все, с сегодняшнего дня больше не будем. А вот для этого нужно реперные точки, которые были в этих нарушениях, нужно будет наказывать для того, чтобы больше и институты власти, которые должны монетизировать это, должны реагировать. В противном случае их нужно спрашивать, а вот что вы сделали? Да, или как плакат с эволюцией вы записали в добровольцы? должны не нарушать, должны... Ну посмотрим. Хорошо, я поняла вашу мысль. Предлагаю немножечко поговорить о других событиях этой недели. И, конечно же, тут на первый план выходят перестановки кадровые в правительстве. Скажите честно, вы ожидали, что будет как-то, я не знаю, более радикально, да? Значит, более радикальный подход к этому? Либо вы так и думали, что вот так и будет, и так оно случилось? Вы знаете, я давал после... сразу после выборов, как только обозначили, что будут какие-то перестановки, уже были в соцсетях какие-то... Фамилии. Имена, фамилии, фотографии даже показывали, кого будут менять. Логично выходило то, что, типа, они усвоили урок, увидели, что граждане все-таки высказывались очень долго и много против правительства и их решения, которые она принимала. И это было логично о том, что власть должна была что-то изменить для того, чтобы убрать этот пар из кастрюли. Снять колпак и сказать, все, пара больше нету, граждане успокоились. И это было логично. Но я сказал заранее, что не будет. Это они что-нибудь сделают для того, чтобы... Раньше при Советском Союзе оно называлось очковтирательством. Было такое, да. для того, чтобы сказать гражданам, ну мы же поменяли. Ну вот мы сделали, мы хотели, мы смогли и мы сделали это. То есть косметические некоторые говорят. Вы убедитесь, что будет лучше. То есть они так думают и для народа это показывали, что будет лучше, успокойтесь, все будет нормально. И вот они убрали министра. А почему убрали министра внутренних дел? А потому что они считают, что министр внутренних дел упустил вот это финансирование по скупке голосов при референдуме. Ну они действительно так считают, да, они об этом говорили. А кто это упустил? Потому что скупка голосов вот это и преступление само как компонент или инфракционный, да, и по административному наказанию она находится в ведении в компетенции Министерства внутренних дел. Не ЧНИА и не прокуратура антикоррупции а Министерства внутренних дел. Кто это упустил? Кто должен был присматривать за этим и не смотрел? Министр внутренних дел вот его и сняли. Это его упущение. А как полиция бегала... Прошу, это сейчас очень важно. Когда вышел президент и сказал про 300 тысяч купленных голосов, доказательств не было найдено, ну или найдено, но не предоставлено. Я не знаю, как правильно уже тут все это дело формулировать и виноват министр внутренних дел. А как же? То есть было сказано 300 тысяч. Почему министр внутренних дел смог доказать только пару десятков? Может потому, что не было больше, чем пару десятков? Как не было? Это не то, что в защиту министра. Как не было? Раз президент страны сказал, что было. Поняла. Теперь поняла. А кто его поставил? Не глава государства? Майя Санду поставила этого министра? Ну, она предложила, проголосована в парламенте была. Другой вопрос. Кто, кого и где утверждают. А где он утверждается, этот человек, для этой функции? То есть согласовывает все с богиней? А что делал не так господин Боля? Или он пошел на повышение? Боля. Боля пошел там, где больше денег. Так, он будет именно лучше распоряжаться? Конечно, конечно. Вы помните, президент страны сказал нашим аграриям, что больше это аграрное оборудование не приоритет для Молдовы? Да, была такая фраза. Значит, меньше денег будут? Раз это не приоритетная отрасль. Меньше. Он там перессорился со всеми. Все его уже ненавидят, потому что те протестующие, которые в 2019-2020 году протестовали против той власти и привели к власти, нынешнюю власть, им были они обязаны и Боля им обещал, что столько денег будет, что вы унести не сможете. и вот они пришли и сказали Боля, человека нашего в замы не взял, денег нам никаких не даешь. Президент сказал, что это не главная отрасль для Молдовы. Аграрная страна не главная отрасль. Ну, это так, к слову. Где обещания? Нету. Значит, не просто ты плохой, а власть плохая вся, ваша. Из этих побуждений президенту нужно было его оттуда убрать. Убрать насовсем из правительства? Нет, он все-таки исполнял волю президента. Что говорил президент, то и воплощал в жизнь более в правительстве. Несмотря на то, какие решения были бы или принималось в правительстве для этой отрасли. В данном случае его нужно поставить там, где будет больше денег и более чем нужный человек. То есть он человек клуба. Ну, вот смотрите, если по вашей логике, если новая министр сельского хозяйства вообще получается своя, она из животноводства приходит, у нее ферма начала с 33 коров, довела до 130 с чем-то там, 6, по-моему, то есть человек знает, человек понимает, она не просто там какая-нибудь но в принципе это неплохо. Я бы ничего не имел против этой девушки или женщины, я не знаю ни кто она и кто ее семья, но дело в том, что раз она смогла развиваться, это уже неплохо. Это для развития страны в том числе и пускай берут с нее пример. Что она сможет сделать на этом проприще как главный министр, ну, увидим. Я не видел ни ее CV, ни ее компетенции, во что она разбирается и какую она политику, потому что что это значит министерство? Это политики, то есть то, что ты там будешь принимать решения, будет отражаться на всю аграрную страну, на все отрасли, все, что входит в этом министерстве. То есть ты должна просто политику изображать, не заниматься политикой, аполитич сфач, я не знаю, как это будет на русском. По-русски говоря, она должна разрабатывать политики в сельском хозяйстве, которые делятся по разным отраслям, для того, чтобы развивать сельское хозяйство. Что она сможет сделать? Увидим, дайте ей пару месяцев для разогрева. Ну, смотрите, оппозиция критикует власть, а власть закадривает решения. У власти, во-первых, есть два ответа. Первый, они говорят, что мы смотрим на европейский опыт, где не нужно непосредственно, чтобы министром здравоохранения был врач или министром обороны был военнослужащий, который нюхал порох, что называется. Они ищут эффективных менеджеров. И вот новый министр внутренних дел, эта женщина была генеральным секретарем, врач по образованию. Тут, конечно, все начали критиковать, как она будет с этими мужчинами работать, как она будет с ними на равных, если она училась другому. Не знаю, вы как? Вам эта схема вообще близка? Или вы считаете, что все-таки нужно профессионалов ставить? Эту политику привели к нам в Республику Молдова через решение политического влияния, скажем так, западных стран на нашу политику внутреннюю. и это активно промо... Лепромова, да? Не промовировалась. Да, да. Продвигалась. Продвигалась нашими НПОшниками. И главное, во всех отраслях. Я вам напомню сейчас. Говорили о том, что не нужен председатель высшей судебной палаты для того, чтобы был юристом или судьей. Главное, менеджером. То есть он должен ходить по кабинетам, спрашивать судей, в том числе и в прокуратуре генеральной. Для того, что есть у вас бумага, есть у вас ручки, все нормально, тонер, у вас все, все хорошо, значит, я выполнил сегодня свою задачу. Они вот это продвигают во всех отраслях. В Министерство обороны, в МВД. Вот посмотрите, кто стал министром. И до этого, и после этого, и сейчас. Ну, главное, что сейчас до пару дней тому назад был еще военным человеком во главе Министерства внутренних дел. А сейчас стала МПОшница, которая занималась в МПО Ластрада. А может, она политики будет разрабатывать? Политики в Министерстве внутренних дел? Возможно, хотя я очень сомневаюсь, потому что до этого тоже была не политик и не министр, и не полицейский, и не знал, как ее сняли почему-то. И дали ей другую отрасль. И вот то же самое продвигали во всех отраслях. Главное менеджер. То есть, ну это же не МПО, который директор по программе, и он должен продвигать какую-то программу для того, чтобы добивать денег для этого Министерства. здесь нужно знать каждую отрасль этого министерства, чем занимается, и как вырабатывать политику для того, чтобы эффективнее. И что самое интересное, что они дискредитировали все должностные лица в стране и в республике, и уже мы стали ненавидеть всех, и разных министров, и разных функционеров, любого звена, и любых полицейских, и любых прокуроров, всех дискредитировали, сказали, что вы имеете право, и его функция подразумевает риск критики, и мы должны их критиковать, а вот этими критиками, и не просто этими критиками, а политиками, они, которые продвигали, они дискредитировали государственную власть, и государственных функционеров, в том числе и глав вот этих ведомств и министерств. И вот эта политика сегодняшнего, на сегодняшний день и продвигается. Ну смотрите, Дарин Ричан, он жестко сказал, он заявил, что перестановки могут продолжиться, если по прошествии нескольких недель он не увидит положительных изменений. Ну такая вот вся вся. Ну вообще из Кулуар, потому что в нашем, на базаре, в Кишневском базаре, вообще говорят о том, что премьер-министр захотел многих поменять из нынешнего кабинета, но ему просто этого не дали. То есть в парламенте ему сказали, э, это кто? И поставили его на место. Вы связываете это с тем, что там различные есть группировки в ПАС, и поэтому все эти назначения, они должны пройти согласование и у всех. Вот это. Конечно, конечно, конечно. Там есть некоторые группы, которые очень влиятельны в партии, и они решают очень многое. И вот этих людей, которые сегодня назначили, или вчера назначили их на должность в министерстве, это именно лица, продвинутые теми группами интересов из ПАС. Хорошо. Но одно кадровое решение власть сама подвергла сомнению, свое собственное кадровое решение. Речь идет о Веронике Драголин. Вы помните, сколько было надежд, да, как все говорили, что нам нужен свой молдавский комиссар Катани. Много было действительно надежд в этой связи. И вот мы услышали на этой неделе, что президент, она не очень довольна тем, как работает этот институт. Ну да, хотели итальянского Катани, получили американского Джованни. Да, я согласен с вами и то, что прозвучало на решение Высшего Совета по безопасности при президенте республики, и эти решения были направлены на то, что действительно прокуратура антикоррупции, не знаю, победила или победила саму прокуратуру коррупция, но она не справилась с поставленными задачами, а может не с поставленными задачами, а с ожиданиями этих поставленных задач. Потому что они думали, что, боже мой, что может случиться, если поставить во главу угла или, скажем так, во главе этой прокуратуры неподкупного человека, ничего не изменится. Для того, чтобы иметь дела, нужна информация. Потому что коррупция происходит. Она везде происходит, не только в нашей стране. Она во всем мире. Единственные, кто победили в этом мире коррупцию, это американцы. Они возглавили ее. Это политическое заявление. Нет, почему бы? Так оно и есть. Из коррупции они сделали лоббизм на законных основаниях. И они платят из этого лобби, платят налоги. То есть они промовируют и занимаются этим легально. Вот, к примеру, хочешь какой-то закон продвинуть через парламент? Есть у нас лоббистская компания какая-то, приходишь к ним, платишь им деньги, и они находят людей, где вот этот проект закона, он пройдет через парламент. А хочешь, чтобы молдавский политик встретился с каким-то высокопоставленным американским политиком? Тоже платишь деньги, но это лоббизм, это действительно не надо. Вы это сравниваете с коррупцией? Я разговаривал с одним человеком, который живет за рубежом, и я задал ему пару вопросов, которые меня интересовали, к примеру, и он мне сказал, говорит, Юрий, что ты так возмущаешься, хочешь выпить кофе, это было еще при Меркель, с Меркель, я говорю, и что это значит? Я могу тебя организовать, и что для этого надо? Он говорит, ну, всего лишь 100 тысяч евро, и что? Он говорит, я могу организовать тебе встречу с Ангелой Меркель, 100 тысяч евро плюс плата за кофе, выпить кофе, мы сфотографируем, снимем, и все, и все, и больше ничего не надо, нет, всего лишь деньги. А вы уверены, что это правда, то, что сказал этот товарищ? Я не хочу сказать, что это ложь, но я не хочу сказать даже, что это правда, но где-то это и есть лоббизм, потому что даже очень многие президенты мира, которые хотят попасть к президенту Соединенных Штатов на встречу, поговорить 10 минут, все равно через лоббистские площадки проходят, то есть платят деньги для того, чтобы организовали ему встречу с президентом страны. То есть почему мне нельзя сейчас верить, что есть лоббистская компания в Германии, где могла бы провести за 100 тысяч кофе с Ангелой Меркель. Абсолютно не сомневаюсь в этом. Но я знаю, какому министру будет сложнее всего на следующей неделе. Кому? Мы спину Парликову, министру энергетики, потому что он 25-го, то бишь в понедельник, отправляется в Санкт-Петербург на переговоры господином Миллером. И будут они говорить, я так понимаю, не только о кадровых моментах. Вот я зачитаю комментарии господина Парликова, который говорит по поводу переговоров о поставках российского газа, который сейчас волнует всех с 1 января. И вот что Парликов говорит. Я понимаю, что сам визит в Санкт-Петербург, в Россию, которая является страной-агрессором. Это чувствительный момент. Но таковы наши варианты. Либо вы едете и обсуждаете, либо вы не едете и не обсуждаете. Если не обсуждаете, то, на мой взгляд, упускаете возможность решить проблему. Но каждый, кто это читает, он, наверное, может задать такой вопрос. Получается, что если мы не обсуждаем уже года, сколько там, 4, да, то мы упускали возможность решить эту проблему. Ну, так выходит из его комментария. Но вопрос мой о другом был в самом начале, что ему действительно будет сложно говорить по поводу поставок газа после 1 января. Как считаете? Согласны? Отчасти. Ну, во-первых, у Парлика на встречу с Газпромом два вопроса. по возможности обеспечения и Приднестровского региона газом, потому что там 2 миллиарда, по-моему, в год обеспечения, в том числе газ, для того, чтобы обеспечить нас светом, дешевым светом по камесь. Но почему он свыше 4 ле, я не понимаю. Или даже чуть больше. А почему мы сейчас не закупаем в Украине по-моему, тогда мы тоже закупали из Украины за 12 или 16. Можно было бы и закупить. Но потом поехали туда, поехали в Приднестровье наши регистры. Когда увидели, что банкротится, когда увидели, что банкротится, быстренько побежали. Я вам скажу другое. Для того, потому что наши оборвали мосты с Приднестровьем и лоббировали интересы Республики Молдова. Догадайтесь с одного раза, кто с Приднестровьем. посольство Соединенных Штатов. Почему легко все-таки говорится? Потому что Соединенные Штаты не обрывают мосты, так как оборвало наше правительство со всеми, с кем возможно. В том числе с Приднестровьем. С этим регионом еще нужно дискутировать, потому что там наша земля и наши люди. А я считаю, будет очень, очень сложно. Знаете, почему? А потому что вопрос долга. Вот этот, на мой взгляд, это такая, позвольте, пожалуйста, я так говорю. Это такая ситуация, что когда тебе говорят прямо, вы не признаете долги. Вы нанимаете аудиторские фирмы какие-то, которые по результатам этого аудита говорят, что вы нам должны уже буквально копейки по сравнению с тем, что вот мы, у нас есть все очень просто. Сколько в трубу зашло и сколько из трубы вышло? Давайте посчитаем. И, конечно, здесь ему будет непросто как-то все это объяснять, потому что, насколько я понимаю, и позиция страны в этом вопросе не изменилась. Я об этом говорила и президент, и премьер-министр об этом говорили, что мы эти долги признавать не будем. С газом, как с газом. Вы знаете, они договорятся как-нибудь либо по завышенной цене, невыгодной для Республики Молдова, но договорятся, либо чуть-чуть заниженной, но в чем я сомневаюсь. Но есть второй вопрос, немаловажный, потому что Газпром, как учредитель Молдова-Газ, до сих пор не утвердила генерального директора или председателя Молдова-Газ. На сегодняшний момент я вам хочу с ответственностью заявить, что есть исполняющие обязанности председателя, но по закону акционерного общества не может быть исполняющей обязанности, нет такой должности, либо там утвержденный, либо не утвержденный. На сегодняшний момент в Молдове-Газ подписывает документы разного административного характера и еще Чабан, чтобы он был внимательным и очень осторожным, потому что он подписывает себе приговор. Это незаконные принятия решения в Молдова-Газ. И ему и молдаване после этого, и русские припомнят еще. Второй момент. Без руководства Молдова-Газ Молдова-Газ ничего не сможет сделать. Совета не работает Молдова-Газ. Русские не отвечают потому что они им выслали туда пару человек для утверждения и они просто игнорируют, не отвечают. Но с тем, что они сделали до сих пор, я сомневаюсь или очень сложно мне представить, как русские будут с нашими молдаванами разговаривать. Потому что они издевались над Молдовой-Газ и над ее имуществом, и над тем газом. А даже тот газ, который нам говорили, что он находится где-то в хранилищах, вы знаете, где он находится в хранилище? Где? Сейчас? На Украине, я слышала. На Украине. А на Украине, по-моему, разбомбили несколько газгольдеров тех глубинных больших в Закарпатье. А наш газ не находился случайно там? По крайней мере, официальных заявлений сделано. Официальных заявлений нет. Не было. Но мы думаем и догадываемся, почему они сейчас побежали договариваться с Москвой. Неужели они увидели, что есть экономическая дыра в Молдове, что экономика наша упала ниже Плинтуса? В чем? Как вы думаете? Ну, может быть, много вариантов. Например, в Америке победил господин Трамп. Идиотизма больше, чем в Молдове, я не видел. Знаете, почему? Потому что Европа закупала российский грас Франция. Заметите, Франция, те, которые курируют нас. Потому что на сегодняшний день Великобритания и Франция курируют Молдову. Они по прошлому году, по этому году, по остатку этого года являются первой страной, которая закупала самые большие объемы газа из России. франция. нам почему-то какие-то там фондерляйны или кто там советовал нашим функционерам, чтобы мы закупали через третьи страны дорогой русский газ. Это как можно быть или как можно ненавидеть собственную страну и собственных граждан? Никогда не говорили, что он русский. так, власть. Говорили эксперты, но власть всегда говорила, что они не признавали этот факт, что это мы перепродаем через три раза. Раз он из Греции, то он с демократическими молекулами. Обогащенный с демократическими молекулами и уже не тот агрессивный русский газ. Да что мы издеваемся? Мы издеваемся над собственным народом, над собственной экономикой. Господин Моржинян, вы так хорошо осведомлены о всех этих газовых вопросах. Может быть вы знаете в чем камень преткновения назначения главы Молдова ГАСУ? Кого что там не сходится? Кого хотят, не хотят? Расскажите. Скажу. Тот министр, который ушел из правительства, продвигает на новую должность чабана. То есть на новый срок на старую должность чабана. Потому что он же и был до этого. Россияне его не хотят. И это видно, потому как не утвердили и просто заблокировали его. То есть Россия не так? Конечно. У него у России большинство в акционерном пакете, так что из этих побуждений слово за Россией в любом случае. Нового человека, для того, чтобы представить нового человека, Россия должна изучить, кто этот человек. Подходит он, хотят они голосовать, какую он политику будет проводить в компании, которая имеет акционерное большинство Россия. Из этих побуждений Россия будет думать над человеком. Либо они ему укажут, кого поставить, либо того, кто будет продвинут на эту должность, Россия не будет голосовать. Но какие-то фамилии называются? я уже последние пытаюсь называться, но я не хочу их называть, для того, чтобы не спекулировать ими в обществе, не говорить, что... Господин Парликов повез какие-то фамилии туда? Конечно. Какие? Один из них Чабан. Один из них Чабан. Хорошо. Спасибо. Я не ожидала, что будет такой детальный у нас с вами получится кусок беседы, посвященный энергетической безопасности. Но ведь и тема такая, вы смотрите, никто уже не отрицает, что тарифы... Раньше нам что говорили? Что мы ожидаем понижения тарифов, а сейчас нам уже говорят, что предпосылок для понижения тарифа нет. Что вам сказать? Демократия дорогая. Ну, да, мы не сомневались, но тем не менее как-то людей обнадеживали, понимаете? И вот мы скидываемся. Ну, знаете, если платить за демократию еще, то это другое. Как бы так, мое мнение. Ну, это вообще как бы, если философствовать. Хорошо. Давайте поговорим еще на несколько важных для меня тем. И это тема министра обороны. Вот смотрите, министр сделал заявление и он уточнил, что дроны, которых опять нашли на этой неделе, вы знаете, безусловно, не смогли обнаружить радары национальной армии. Ну, все вспоминают тот самый дорогой за 14,5 миллионов, да? И в настоящее время, говорит он, власти определяют возможности приобретения новых систем, которые позволят идентифицировать и своевременно оповещать граждан о возможных опасностях. Вот в свете последних событий, то, что происходит в, я имею в виду сейчас войну, да, на Украине, мы имеем в виду сейчас последний запуск Орешника, да, и британские, значит, ракеты, все это мы как бы берем в расчет. Это заявление, что мы вот пытаемся обнаруживать радары, да, что мы пытаемся обнаруживать дроны, они не требуют как-то корректировки, может как-то это не очень, ну извините, я сейчас по-женски возможно формулирую вопрос, но когда речь идет о таких вещах, мы будем этим заниматься. Заявление нашего министра это заявление некомпетентного человека, со всей ответственностью вам могу сказать. Во-первых, те локаторы, которые они купили, или радары, это не для выявления дронов, дроны вообще летят очень низко, и это может быть похоже на аиста, или на любую птицу, которую радар не возьмет, и не обнаружит. Для дронов существуют другие радары, и специальные установки, которые противодействуют этим дронам. Но вы заметьте, сейчас нынешняя война вывела войну на новый уровень. Да, на глобальный уровень. Совершенно. Не то, что на глобальный уровень, пошла война дронов. Никто не ожидал. Все локаторы работают для ракет средней и меньшей дальности. Не для дронов. Дрон это как птица. Он летит, но птиц, если будет выявлять всех птиц, то он зря, этот радар, висит. Во-первых. Во-вторых, те радары, которые мы купили, даже система ПРО стоит в Европе. Вы думаете, кто сидит у пульта вот этой системы ПРО? Те страны, которые находятся, эта система противоракетной воздушной обороны на ее территории? Нет. Американские солдаты, американские специалисты. Скажите, пожалуйста, мы купили французские радары. Как вы думаете, кто сидит на пульте? Судя по вашей логике, французы. Это очень дорогой аппарат и очень нужно малипулировать им настолько, чтобы увидеть. Там нужны специалисты, как акустики в подводных лодках. Если у тебя слуха нету, тебя зря посадят за этим аппаратом. Вот то же самое здесь. Ты должен обучиться, как различить простой камень, который летит, или аист, от ракеты. От ракеты. Для этого нужно определять контур, расстояние. Но это нужно делать быстро. Для этого нужна учеба. Годы учебы. Это не просто так. Во-вторых, эти радары бесполезны без рогатки. Но рогатка в переносном смысле. То есть ракетная установка, которая должна сбивать ту ракету или дрон, который вы увидели. В противном случае оно просто так не работает. Они должны работать в системе. Иначе этот радар просто бесполезен. Нужна рогатка, две рогатки возле одного радара, для того, чтобы ты сбил эти дроны. Образно говоря. Что творится сейчас на театре боевых действий, даже на юге Украины. Я вам скажу один секрет, который я вывел, потому что это мое видение, исходя из того, что пишется в российской прессе, в украинской прессе и в зарубежной прессе. Скорее у нас минутка остается секретом. Нами хотят манипулировать для раздела Украины в будущем. И нами манипулируют, как Великобритания и Франция, для того, чтобы иметь выход к Черному морю и раздел Черного моря и Дуная. За эту логистику борются все. И вот сейчас нами манипулируют настолько, что эти радары, для того, чтобы российская авиация не залетела, им все равно, залетит к нам дрон или какая-нибудь ракета французам и англичанам, они должны увидеть самолеты, которые будут приближаться к Одессе и к этой логистике. К сожалению, время вышло, мы даже перебрали одну минуту, но мы с вами успели обсудить много интересных вещей. А если подытожить, то я могу сказать, наверное, ничего нет на свете лучше и не придумали нейтрального статуса в свете того, что вы говорите. Согласен с вами. Спасибо вам огромное за то, что пришли и принимали участие в нашей программе. Спасибо вам. Спасибо. А я желаю вам доброго вечера и всяческого, наверное, спокойствия в этом сейчас неспокойном, да, в промежутке, который мы с вами переживаем. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова